Здравствуйте, друзья! С вами снова Ярослав Мудрый Воронцов. Сегодня я хочу вам рассказать о том, что близится время, когда мы будем рассаживать зелёзы саженцы для того, чтобы присоединиться к всеобщей массовой акции рассаживания молодых деревьев. Экобомба называется. Я, в свою очередь, что сделал две недели назад. Я принёс из леса, нарезал веточки, что-то вроде вербы, положил их в баночку с водичкой, и вот они уже проросли, и корни пустили. Кедра у меня нет, вообще-то это приурочилось к рассаживанию кедров в соцсети. У меня такой не оказалось, я бы с удовольствием посадил кедра, но здесь кедра у нас нет, поэтому я сейчас пошёл и нарезал веточки вербы. Сейчас я вам покажу, они пустили корни, и я вот к этому присоединяюсь. Акция называется «Экобомба». Экобомба, то есть, собираются люди, которым не безразлично участие в таких благоприятных акциях озеленения окружающей среды. Я, хотя, в принципе, я в деревне насадил уже очень много деревьев в своё время, и каждый год это продолжается. Но в этом случае я решил вот, решил это сделать в городе так же. Мы садили пару лет назад, у нас была здесь большая акция озеленения, мы посадили много деревьев, было очень, человек, наверное, 100 было людей, и такая массовая акция, мы рассаживали саженцы в парке здесь возле озера, в городе Киеве. И я решил так же своими руками сделать то, что делают сотни тысяч людей, участвующих в этой акции, в акции озеленения окружающей среды, ну, в данном случае своего города. И вот я покажу, что получилось у меня, такая интересная штука. Смотрите, вот я нарезал простые веточки, вербал, мне кажется, это то, с чего делают корзинки, вот бега в парке, там их много таких деревьев, я их нарезал, простые веточки, вот простые веточки нарезал их просто, и, говори, вот водичка с водой, периодически воду меняешь, и смотрите, что получилось, вот за две недели, какие корни пустили эти веточки. То есть это, в принципе, уже готовые саженцы, и их уже можно рассаживать. И вот я еще подожду, еще, подожду еще недельку, чтобы корни были покрепче, и высажу. Сегодня у нас какое марта? Сегодня у нас 11 марта сегодня. Вот 11 марта, и вот я чуть-чуть позже посажу, еще недельку подержим, чтобы были корни покрепче. И смотрите, как классно получается. Такие корни видно, да? Супер. И вот таким образом, такой зеленый полисадник я высажу. И вот у меня уже есть там несколько деревьев, которые я посадил, такие вербы большие, они уже, правда, метра там по пять, такие классные, но то были готовые саженцы, я их не выращивал. А это вот, ну так классно, сам вроде вырастил, когда, так сказать, сколько у меня тут саженцев? Четыре, эх, жалко, не пять. Ну ладно, четыре тоже хорошо. И вот, друзья, я призываю вас присоединиться к этой акции, чтобы каждый из вас, вот, знаете же, задача у нас какая, у мужчины, по крайней мере, посадить дерево, построить дом и вырастить детишек. И вот я предлагаю вам вот начать с того, что, ну, вот дом уже я построил, дерево его тоже посадил, и вот еще детишки нужны. Ну, это в процессе. А вот деревья каждый из вас может, дом тоже может, не каждый может построить, потому что финансовые возможности у всех разные. Но, по крайней мере, ребят, что вы можете сделать, самое простое, это просто посадить деревья. Да, вот посадите деревья, как приятно, я вам скажу, вот я вот бегаю, вот каждый раз в парк, когда спускаюсь к озеру, вижу там деревья, которые вот я посадил, и уже это, сколько, года три уже, наверное, прошло. И они такие большие были, такие манюсенькие, сейчас такие уже, вау, метра под пять. И так приятно, когда ты смотришь на вот это дерево, которое ты сам посадил, и оно вот растет такое зеленое, красивое. Я когда сподбегаю, так вот, руками еще энергию заряжаешь, и вот ты так раз его обнимаешь, и там руками держишь его, и вот говоришь, 生地 дерево большое, маленькое, так, та-та-да, заряжаешь позитивной энергией, своими словами. И так приятно, каждый раз, когда ты проходишь, и видишь это дерево, такое красивое, зеленая, она растет ну просто замечательно ребят, попробуйте это особенно в городе, в деревне в принципе у нас у всех этого достаточно, валом деревьев мы садим и садим но для городских жителей, кто тусуется в городе, кто живет в городе это не так-то просто потому что не так много у нас возможности общаться с природой, с зеленью и вот посадив где-то возле себя где-то во дворе, посадите вот дерево какое-то, маленький кустарничек вот такой, еще сейчас не поздно еще можно сейчас, только 11 марта возьмите, через 2 недели у вас весь март можно садить деревья в принципе посадите, срежьте веточки верба, сам простой верба, вот она, палку где сунешь там вырастет, в принципе чтобы вода только была возьмите, нарежьте веточек, поставьте водичку и зарядите эту водичку эти деревья, какой-то энергии позитивной и посадите потом и вы увидите, как классно они, чем больше позитивной энергии вложите, тем крепче это дерево будет и как приятно будет вам видеть когда вот дерево, которое вы посадили года идут, а дерево растет вы мудреете, а дерево растет и мудрость вся ваша вот дерево тоже передается когда уже каждый раз ты проходишь заряжаешь дерево говоришь, классно и ребят, такой обмен энергии и это так, так классно это такое ощущение было что вот что-то после тебя останется вот хочется, чтобы осталось уже после тебя там дети это понятно там семья мудрость какая-то твоя что-то сделанное хорошее и в том числе деревья деревья, которые вечны деревья, которые вечны такие, как вербановые корни пускают размножаются что-то оставить после тебя то, что вот будет вечно продолжаться насколько это можно хорошо вот к этому я вас предлагаю призываю, друзья присоединяйтесь к этой акции зеленения своего города свое место, где вы живете чтобы вы себя чувствовали что вот тоже вы вложили и выполнили как минимум одну задачу посадил, вырастил дерево, да но потом все остальное дом, там детей и так далее окей, друзья держите в курсе сколько кто что сделал делитесь, пожалуйста мы объединяемся вот этой большой компанией массовая акция которая идет озеленение своего города своей среды окей с вами был Ярослав Мудр-Воронцов друзья больше информации о том, как мы садим деревья на нашем сайте vedadom.com любите себя любите своих близких любите все зеленое вокруг и любовь вернется вам с Торицей от Матушки Прижоды Ом Намасте от Матушки Прижоды от Матушки Прижоды от Матушки Прижоды